Следующий доклад сделает Валентина Петровна Миронова. Он называется «Толковый словарь языка карельских причитаний. Первый опыт карельских исследователей фольклорной лексикографии». Долгое время в российской науке язык устного народного творчества не был объектом систематического лексикографического описания. Хотя целесообразность появления словарей языка фольклора сомнений у филологов никогда не вызывала. Следует отметить, что несмотря на недостаточное внимание, лексика фольклорных произведений все же использовалась специалистами при составлении толковых словарей литературного языка или каких-то региональных словарей. Однако включение подобных лексел в традиционные словари не снимало проблем фольклорной лексикографии, поскольку в традиционных словарях устно-поэтическое слово не получало полного описания в контексте фольклорного материала. За рамками изучения оставались семантики функциональной особенностей слова. Все эти факторы способствовали созданию специальных словарей языка фольклора, в которых была представлена лексика устно-поэтических произведений или лексика произведений одного жанра, описание которой в полной мере отражало бы фольклорную языковую картину мира. В Институте языка, литературы и истории созданием самостоятельных словарей языка фольклора не занимались, хотя, несомненно, попытки изучения фольклорной лексики отдельных жанров предпринимались неоднократно. Примерами могут служить составленные исследователями в качестве приложений так называемых словарей малопонятных слов, в которых описывается лексика, выявленная в отдельных фольклорных жанрах. К примеру, малопонятная лексика корейских эпических песен или йойк. Вот на слайде представлена страница такого небольшого словаря, представленного в сборнике корейской йоги в качестве приложения. Региональные словари корейского языка также включали подобную лексику в свой корпус. Составители при этом делали отдельные пометки и давали разъяснения. Вот я небольшой скан сделала из словаря Макарова, словаря корейского языка, и там слово «итке», и в этой словарной статье есть объяснение, толкование этого слова с примерами, и в том числе есть примеры из фольклорных текстов, и такой пример, как Луви Телла, который относится уже непосредственно к лексике причитания. Идея создания словаря языка причитания с этимологическими и историческими исследованиями о значении потайных слов высказывалась у Нелна Семеновна и Конко в докладе на семинаре в финском городе Йоэнсу еще в 1968 году. О необходимости пояснения причитной лексики говорили многие собиратели и исследователи фольклора. Одним из первых об этом писал Элиас Леонград, обнаруживший в 1835-1836 годах образцы корейских причитаний, цитата, с ужасными словами, которые не понять, не уразуметь с одного или двух раз, конец цитаты. Непонятность причитной лексики объяснялась Леонградам архаичностью жанра, при этом он подчеркал, что тексты плачей могли быть полезны для лингвистов и историков языка. Уже в конце XX века на необходимость создания словаря языка корейских причитаний указывали фирляндские ученые Верти Верта Ранда и Лауре Фонко. В ходе подготовки доклада обратилась с вопросом к Александре Степановне, что ее сподвигло к созданию словаря. Она ответила, «Время шло, накапливался материал, опыт, 30 лет работы с языком причитаний, так кто же, если не я?» Я все время обращалась к чему-то новому, малоизученному. Карельские причитания, тунгутские карелы, южнокарельская эпическая поэзия в некоторых случаях обозначала лишь проблему. В случае с карельскими причитаниями посвятила этому всю свою жизнь. Работа над словарем карельских причитаний, это было первоначальное название рукописи, велась в рамках плановой темы в секторе фольклора с 1996 по 2000 годы. С самого начала автор столкнулся с огромным количеством трудностей. Они были связаны с выявлением значений архаичных слов и выражений, с расшифровкой насказаний. В качестве неких образцов Александра Степановна использовала все доступные словари на то время. В частности, словарь Турунина, Калева, Лансана, Янии, Дентауста, а также словарь этнографических понятий и терминов Ворола и словарь Федотова и фразеологический словарь корейского языка. Все эти словари видите на слайде. Основная трудность, по мнению автора, состояла в том, что словарей, посвященных языку одного жанра, не было. Хотя следует отметить попутно, что в Курске практически в это же время велась работа над словарем языка русского фольклора, в котором была рассмотрена лексика былинных текстов. Александра Степановна вспоминает, надо было определить способ подачи материала, структуру словаря. Все это плод собственных долгих размышлений. И посоветоваться было почти не с кем. Я понимаю, что могли быть и другие варианты, но я сделала то, что смогла. Сделала первый шаг. По годовым отчетам сектора можно проследить за ходом работы. На первоначальном этапе автором был составлен каркас словаря. Написано 1100 словарных статей. В словник было включено 1240 метафорических замен или иносказательных выражений всех терминов родства, отдельных понятий, явлений, предметов и так далее, встречающихся в текстах корейских читаний. Планировался объем 15-16 авторских листов. Основной материал словарю собирался на протяжении многих лет. В то время, когда Александра Степановна занималась спорником карельских прочитаний, работала над монографией «Митафорический мир карельских прочитаний», а также готовила многочисленные доклады, конференции и научные статьи. Некоторая часть представленной словарей Лепсики была выявлена уже в ходе подготовки над словарем. Выявлялся материал в научном архиве Карельского научного центра, фонограмм-архиве ИЛИ и фольклорном архиве Общества финской литературы. Появление новых эксем затягивало представление окончательного варианта рукописи. Первоначальное обсуждение рукописи словаря состоялось в декабре 2000 года. Александра Степановна в тот момент признавала, что это не окончательная версия и дальнейшая доработка еще потребуется. При обсуждении сотрудники сектора фольклора и языка знания высоко оценили готовящуюся рукопись словаря. В частности, Вена Петровна Федотова, выступающая как рецензент, отмечала, что это первый словарь культурной лексики, готовящийся в институте. В качестве предмета изучения была выбрана труднейшая архаичная терминология. По мнению Федотовой, Степанова справилась с поставленными задачами. Цитата. Словарь сделан в правильном русле, работа завершена в авторском варианте. Конец цитаты. Предлагалось расширить вводную часть, написать подробнее об уменьшительно-ласкательных формах слов, встречающихся в текстах при читании. Сотрудники сектора также внимательно ознакомились с рукописью. При обсуждении, наряду с положительными сторонами работы, они указывали на те моменты, которые бы позволили бы улучшить словарь. К примеру, было обращено внимание на построение словарных статей, на выбор опорного слова, в какой форме оно должно быть представлено в корпусе к словаря, на предложенные переводы, считая, что эти переводы должны быть более точными, максимально приближенными к оригиналу. Возникла дискуссия по поводу названия словаря, поскольку авторский вариант «Словарь корейских прочитаний» не в полной мере отражал специфику представленной рукописи. Были предложены различные варианты автору. После обсуждения было вынесено заключение, что словарь нуждается в существенной доработке, особенно в связи с выявлением новых слов и, соответственно, с написанием новой словарной статьи. В 2001-2002 годах работа над рукописом словаря продолжалась по индивидуальному плану. В центре внимания были приложения, были осуществлены переводы всех метафорических замен на русский язык, написаны вступления к приложению, в целом и к отдельным разделам. В процессе работы с материалами, хранящихся в научном архиве, было выявлено дополнительно более 180 лексем, требующих толкований в словарных статьях. Общее количество слов в словаре насчитывало 1470 единиц. В целом, работа над словарем в рамках плановой темы и работы по индивидуальному плану продолжалась в течение 9 лет, хотя, несомненно, следует учитывать весь предшествующий исследовательский опыт работы. Александра Степановна над данным жанром. В 2003 году автором велась окончательная подготовка рукописи к печати, а в 2004 году книга, получившая название «Толковый словарь языка корейских причитаний», вышел в среду. Общий объем печатной версии словаря 21 учетно-издательский лист. В словарь вошли вступления от автора, в котором описывается предыстория создания словаря, вводная часть, названная о некоторых особенностях языка при читании, в которой дается определение метафорическим заменам и переводится их классификация. Пояснение к пользованию словарем дается детальное руководство для всех тех, кто возьмет в руки этот словарь. Основной корпус словаря разделен на два больших раздела. В первом разделе он представлен у меня на слайде, там еще закладывали на слайде. Первый представляет собой свод иносказательной лексики, в котором представлены различные термины родства, мать, дядь, дочь, сын, родители и так далее, наименование предметов, явлений, понятий, а также употребляемые в притче русские заимствования. Автор определил лексику в 70 тематических разделах, каждый из которых имеет краткое пояснение. Вот на примере на слайде у меня взята метафорическая замена термина муж, она начинается кратким пояснением этого термина, где оно употребляется. Затем идет, внутри раздела уже идет разделение в зависимости от типа образования, то есть идут односоставные, двусоставные и сложные метафорические замены, и внутри этих групп уже идет градация на локальные традиции, учитывая севернокарельская, среднекарельская, южнокарельская традиции. Здесь мы видим, что выбран определенный принцип, указывается слово или словосочетание, дается его перевод. Затем вторая часть словаря и во второй части уже идет толкование семантики и функции отдельных лекциях и причитания. Таким образом, это выглядит, то есть все слова, расположенные во второй части в алфавитном порядке, вне зависимости от того, к какому термину они принадлежат. И дается пояснение, сначала дается буквальный перевод, а затем уже дается пояснение с многочисленными примерами, взятыми из причитаний, из текстов причитаний. Ну, еще на что хочу обратить внимание, что помимо лексики, которую можно перевести или которую Александра Степановна попыталась перевести, в слова включены асемантические слова или так называемые слова вставки. Вот, например, слово инва. Пишет слово вставка, переводу не подлежит. Я думаю, что вот на мой взгляд это очень важно, что Александра Степановна включила такие слова в свой словник, поскольку когда вот мы начинаем переводить причитания, то именно эти слова вызывают большую трудность. Возникает такая путаница, и всегда можно понять смысл той или иной фразы. Когда обращаешься к словарю, вот, поскольку я переводила причитание, то очень подробно описаны эти слова вставки, эти примеры, которые даны в словаре неопытному фриклористу, молодому фриклористу, языковеду, там, губисту, хоть кому, этнографу, они очень, я думаю, помогут именно в понимании текста, сложного текста причитания. Книга Александра Степановны получила высокую оценку. В 2005 году книга стала лауреатом номинации за уникальность научного исследования в конкурсе, организованном Ассоциацией книгоиздателей России. В 2012 году толковый словарь языка корейских причитаний был издан на финском языке, и перевод был осуществлен автором совместно с Эйлой Степановой. И, на мой взгляд, финоязычный вариант словаря, конечно же, облегчит работу финляндских исследователей, занимающихся корейскими причитаниями. Но хочу подчеркнуть, что перевод на финский язык, я думаю, что это была еще отдельная работа, поскольку перевести и объяснить все эти термины и особенно примеры, это очень сложная работа. Ее смог выполнить только тот, кто действительно причитаниями долгое время занимался. Степанова, рассуждая о месте словаря в своей научной карьере, говорит, создание словаря считаю основным итогом своей работы в области изучения причитаний. Действительно, создание подобного словаря было под силу исследователю, который имел огромный опыт работы с причитными текстами и с фольклорными текстами в целом, свободно владел карельским языком и прекрасно знал саму традицию причитывания. В настоящее время толковый словарь языка карельских причитаний активно используется исследователями разных специальностей, фольклористами, музыковедами, лингвистами, занимающимися в первую очередь карельскими причитаниями. Однако, большим подспорьем он является и для тех, кто изучает и другие фольклорные жанры, к примеру, битческие песни, йоги, сказки, отчасти колыбельные песни, загадки и пословицы, поскольку в этих жанрах сохранилась архаичная лексика. Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что толковый словарь языка карельских причитаний стал первой лингвофольклористической работой в ИИЛИ и дал начало развитию нового направления филологической науки. И мы думаем, что такие работы, посвященные лексике других фольклорных жанров, еще появятся, и его авторами станут сотрудники нашего института. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Петровна. Будут ли вопросы? О, есть вопрос. Пожалуйста, Алексей Юрьевич. Валентина Петровна, поясните, пожалуйста, вот у вас уже традиционно севрокарельская, средняя и южнокарельская традиции, да? Да. А вот скажите, пожалуйста, о людике какой традиции держат? Они же тоже там длинная полоса. Они находятся на пограничье, да, между Южной и Средней Карелией, но часть людей, мы относим к Южной Карелии, Ситозерские, например, и Олонинские, Михайловские, да, Карелы. Кандапожские Карелы, это тоже Южная Карелия. на Наричье, да? Вот, вы спрашиваете. к Средней Карелии мы относим Медвежегорский район, Аданы, Ментусельга, вот это Средняя Карелия. Это фольклорная традиция. Значит, северные людики могут и к Средней Карелии ну, все-таки больше, я думаю, мы их причисляем к Южной Карелии. Там Петровские, Светозерские и Олонинские и Михайловские. А вот у, собственно, Карелов, вот это Ребольские Карелы. Это Южно... Ну, фольклорно мы относим их к Северной Карелии. Фольклорно Северной Хотя, я знаю, финляндские исследователи-лингвисты эти говоры считают Олонинскими. А там еще называются Южно-Карельские говоры. Южно-Карельские, да. Ну, мы фольклористы... Оливиков, значит, к Южно-Карельской традиции. Да, оливики и людики относятся к Южно-Карельской фольклорной традиции. Да. И Александра Степановна, когда в своем словаре делала такое деление, вы видите, что там всегда в скобках есть выделение. Юг это Южная Карелия, Эска это Северная Карелия, Эска это Средняя Карелия, но там еще есть Общая Карельская, она отмечает, это как... Это термин распространен во всех локальных группах Карелии. Валентина Петровна, спасибо большое за доклад. Александре Степановне здоровья, желаю долголетия. хотел, раз мы затронули тему людиков, вот такой вопрос, не знаю, получится ли ответить. Вот к людиковской причиной традиции, есть ли какие-то особенности у нее или какие-то черты присущие именно людиковской, или она, как вы сказали, это южно-карельская традиция, и как бы они все схожи, ливиковские и людиковские причитания. Ну, вы тут относитесь к людиковским причитаниям с точки зрения языка или с точки зрения культуры, да, если говорить с точки зрения культуры, то все-таки причная традиция, она единая, общая. Для северных, для южных, для ливиков, для людиков есть какие-то свои локальные отличия, но они минимальные. Надо тут очень подробно рассматривать тексты, может быть, в южно-карельских причитаниях больше русского влияния какого-то, и в лексике оно как бы отражается, если мы причинную традицию посмотрим. Я думаю, что как бы отдельно рассматривать людиковскую причинную традицию, вот я считаю, что не нужно. Мы ее рассматриваем как единую все-таки традицию. С точки зрения языка, конечно, там лексика, она отличается, отличается, да, от южных карелок, от северных карелок, но я бы не стала ее прямо так отдельно рассматривать. Может быть, какие-то отдельные мотивы и сохранились, и присутствуют там, которых нет там у ливиков или у северных, но тогда мы должны понимать, откуда они, это была вот чисто их традиция, но откуда они, почему она у них сохранилась. Да, хорошо, спасибо. Я просто в статье у Людмилы Ивановны читал, что у ливиков как раз-таки русского влияния не наблюдалось, как у людиков, то есть ливики не причитывали по-русски, получается, правильно вас понимают? А тогда как людики, они причитаниями, то есть у них русскоязычные причитаниями были распространены. В последнее время уже распространены, в последнее время распространены. А у ливиков даже в последнее время не было русскоязычных. У ливиков было, конечно, гораздо меньше, можно сказать, даже не было русской причати, но причати на русском языке. А на людиков возможно влияло именно вот подожье, зоонежье, вот все эти русские, которые жили вот ближе, вот и на Сегозерских, возможно, Корелах, вот там вот, где было сильное русское влияние, там и есть, возникает. Ливики, которые жили в окружении ливиков же, да, русский язык у них меньше был распространен, то есть они лучше сохранили свою культуру и язык. А людики, может быть, проживавшие на границе с русским населением, это влияние испытывали сильнее, поэтому языковое влияние и культурное влияние у них было сильнее, поэтому и причитание на русском языке они заимствовали больше и лучше, поскольку язык, может быть, они русский знали лучше, русский. Конечно. 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 Как мы знаем, что в Оланце пели лирические песни как на русском языке, так и на корейском языке. Оланец это тоже как бы граница, да, мы понимаем. Русского и корейского населения там очень много влияния городской культуры. в Оланец говорили. Но потом мы с вами на эту тему можем поговорить еще. Да, и я вот если можно, вот хотела бы сказать, вот наверное как раз в той статье, которую вы вспомнили, я приводила таблицу о различиях фольклорной традиции. Я хочу подчеркнуть свою идею, которую все хочу пронести постоянно, что фольклорная традиция вообще очень мало отличается между вот этими носителями наречий трех. Она в фольклоре это отразилось очень мало, если не учитывать языковые различия. Я вас за то, да, что все-таки традиция, не знаю, как вы пришли, изучая людиковскую похоронную традицию, нашли там много различий, но вот в целом традиция, я считаю, единая, народ единый. Спасибо большое. Ирина Алексеевна еще хотела. Да, Ирина Алексеевна. Валентина Петровна, большое спасибо за интересный доклад. Мне, как человеку, который много лет вел лексикографию, вообще было очень интересно послушать. И только я собралась задавать вопрос, вы в докладе ответили, вопрос я собиралась задать по словам, которые ну очень трудно действительно как-то перевести и объяснить, что это обозначает и как это происходит в языке источники. Я с этим тоже постоянно теперь складываюсь, сталкиваюсь, потому что работаю с иностранцами. А скажите, а как вот эти слова, которые трудно объяснить русским, вот что за этим стоит выражением, представлением, реалией, понимают ли вот эти выражения финны, для которых вы тоже делаете перевод этого словаря, сделан перевод этого словаря? Надо сказать, что сами карелы уже не могут объяснить, что стоит за этим словом, и поэтому очень сложно пришлось авторам иноязычного перевода, чтобы каким-то образом объяснить вот это семантическое слово. Они писали как слово-вставка, слово, служащее в определенной фразе причинной, для соблюдения ритма, литерации, то есть это как непереводное семантическое слово, не пытались, если нет такой возможности, не пытались никак толковать, никак переводить, это действительно очень сложно. Нет, дело не в том, а понимают ли финны, может быть, как раз их сторона-то как раз понимает, что там стоит. Вот такие исследования вы не проводили? что финны еще меньше понимают, чем спелы, да, потому что у меня был опыт общения с исследователями, занимающимися карельскими причитаниями, и для них язык очень сложный, они, карельский бытовой язык еще для них как проще, они его понимают, а вот язык причитный, там же очень много архаичной лексики, такой лексики, которая уже утратила вообще свое бытование, они, словарь, я думаю, что для них большая подроба в переводах, понимании текста, хотя много текстов уже переведено, я думаю, что даже некоторые, кто владеет русским языком, им легче прочитать русский перевод, чем вот карельский первоисточник, даже, такие слова. Спасибо, а скажите, проводилась ли статистика, как много таких у вас, слов. Слов стало, вы имеете поиментированных слов, но их достаточно много, я вот, честно говоря, статистику не проводила, но вот, когда я расшифровываю или перевожу при читании, я понимаю, что достаточно большое количество, и надо сказать спасибо большое Александре Степановне, что она практически все эти слова отметила в своем словаре, и приходится ломать голову уже, как перевести то или иное слово. А как вы думаете, это знаменательные слова-обставки или служебные все-таки какие-то? Ну, сложно сказать. Чаще, чаще, наверное, сложно сказать. Может быть, они первоначальные и имели какое-то толкование, какой-то перевод, но мы утратили это слово и не можем его толковать. И даже носители языка, Александра Степановна, выезжая в поле, она работала с информантами, она могла расспросить и спросить о каждом слове. Если уже носители языка не могли его сами толковать, то уже исследователи очень сложно. Хотя, конечно, можно в помощь этому взять какие-то еще словари и попробовать как-то докопаться, да, не знаю. Пока мы этим специально не занимались, но достаточно много и статистик я тоже не проводила, но я знаю, что вот в самих текстах очень много, особенно в северно-карельских текстах очень много таких семантических слов.